Никола Тесла, известный американский инженер славянского происхождения, серп по национальности, родился вообще в Австро-Венгрии, составил конкуренцию знаменитому Эдисону и даже победил его. Но с ним связано много конспирологии, есть его известность в массовой культуре, очень много сделал изобретений, ему приписывают. В общем, это самый известный инженер того времени, то есть конца 19 века, начала 20-го, а у нас расплодились фантастические жанры, стимпанк, дизельпанк, где нужно постоянно какого-нибудь инженера выводить с необычными изобретениями. В качестве такой фигуры хорошо подходит Никола Тесла, и он поэтому везде в компьютерных играх, во всяких фантастических фильмах, все время Никола Тесла какую-нибудь хрень изобретает, по типу лучами из дирижаблей кого-нибудь убивать. Но что значит о реальном человеке известно? Это Астрийская империя, провинция Лика, отец у него был серб, но это, насколько я понимаю, сейчас хорватская территория, поэтому хорваты его тоже к своим относят, язык у них там примерно один и тот же. Но там вообще-то, по-моему, Хорватия она так и считалась, поэтому официально там язык был, на латинице сербский, хотя он, видимо, серб все-таки. Владел его семью языками, язык межнационального общения был в Австро-Венгрии немецкий, поэтому даже свидетельство о рождении Никола Тесла идет на двух языках, на хорватском и немецком, то есть, ну, вот примерно, как вот в Татарстане, допустим, татарский и русский, вот сербский был и, значит, немецкий, поэтому немецким он тоже свободно владел. Естественно, постоянно проживая в США, он свободно на английском, на английском говорил также, и также пять языков владел на таком, на среднем уровне, французский, венгерский, итальянский, латыни, чашский. Ну, латыни обучали в гимназии, в австро-венгерской. Кончил он, кстати, реальную гимназию, это достаточно хорошо, потом поступил в высшее реальное училище. У него отец был священник, но у него было реальное образование, то есть такое, скорее, технарское. Классическая гимназия, это было образование гуманитарное, у них специализация была ранняя, не так, как у нас, а реальное было техническое, ну, и в Российской империи также было. Ну, вот кончил он это, значит, такое вот, типа, техническое продвинутое училище, 1873 год, получил сразу аттестат зрелости, при этом была эпидемия холеры, он умирал от холеры и попросил отца, что если он поправится, чтобы его все-таки отправили на инженера. То есть священником он не хотел, времена были такие, что священники были непопулярны, священником, как отец, он не хотел, он хотел стать инженером. Инженеры, видимо, ему казались магами того времени, но, в общем-то, такими и были. Какое-то время его скрывали от воинской повинности, славяне в Австро-Венгрии массовую армию эту саботировали, о чем и у Гашика много, но вот Тесла тоже какое-то время дезертировал, в горах они его прятали, потом вернулся и поступил в высшее техническое училище в Грации, то есть Градский технический университет. Короче, в армии они у немцев служить не хотели, а вот учиться в университетах у немцев их устраивало. Славян, вот там он как раз электротехнику в немецком уже техническом училище, свободно владея немецким, освоил высшей степени, и тогда же он начал выдвигать свои идеи по поводу использования переменного тока в электродвигателях, но тогда полностью использовали постоянный, и никто, естественно, из его преподавателей не одобрил. Увлекался азартными играми, вот так что мать была вынуждена оплачивать его долги в картах. В 1879 год умер его отец, а Никола, он сам, 56-го года рождения, то есть ему, в общем-то, там было 23, когда отец умер. Потом он устроился преподавателем в гимназию в госпитче, не хотел там работать, получил деньги от своих детей и уехал в Прагу. В Праге он пытался на философском факультете Пражского университета учиться, то есть гуманитарное образование получить, но денег все-таки не хватило. В Праге дорого все было, поэтому он не кончил там нифига университет, один семестр отучился. Потом он работал инженером в Будапеште в стелеграфной компании, где продолжал свои электродвигатели использовать, но, естественно, там была практическая работа и возможности быть изобретателем там не было. Поэтому он устроился в филиал Эдисона в Париже, то есть как-то вот так он умудрился из Астро-Венгель в Париж и там стать одним из ведущих инженеров. Видимо, вот эти дипломы Градского технического университета, он высоко ценился там по Европе. Он начал уже, так сказать, там такую деятельность творческую, в частности он сооружал электростанцию для железнодорожного вокзала в Страсбурге. И там в целом он прославился уже у Эдисона. Тем не менее, они ему, значит, премий не давали, которые ему причитались. Вот все-таки национализм имелся, да, то есть его считали как серба. Таким, короче, низшим по уровню американцы. И это проявлялось, в частности, в том, что они ему пообещают какую-нибудь премию, а потом не дадут, потому что считали, что сербы можно наебывать. Итальянцы тоже там сильно обижались на такую вот такую манеру англосаксов. И после долгой борьбы с расизмом в Америке такие методы там истребили. Но вот когда Тесла в Америке работал, он с этим постоянно сталкивался. Что они считали, что его можно накалывать. Ну вот, он, значит, уволился. Но, тем не менее, он получил определенную известность, работая в этой компании. После этого он думал не уехать ему ли в Россию. В России было известно, что там при всем, при всей реакционности поддерживали они электротехнику. Там был Яблочков известный. Но Россия в основном искала военных применений. То есть, если бы Тесла в Россию уехал, но он почему Россию-то обижался, видимо, на американцев. Потому что в России там они бы его считали за славянина и за полноценного. А англосаксы его считали, так сказать, за неполноценного. Ну, в России они бы, скорее всего, его на военное дело построили. Потому что в России все это изобретательство было милитаризировано. Черт его знает, чтобы там Никола Тесла в России военного разработал. Но у него башка-то хорошо варила. И вполне мог какую-нибудь вундервафлю там для Российской империи придумать. Но американцы его все-таки уговорили поехать в Америку. Дали ему рекомендации к самому Эдисону. Дескать, ну вот у Эдисон-то был самый крупнейший изобретатель того времени. Уж точно у Эдисона в Нью-Йорке. При таких деньгах, что в Америке, уж точно там все возможности изобретать. Тесла хотел, конечно, изобретать электрические машины. Но вот он прибыл в Нью-Йорк, познакомился он с Эдисоном. У Эдисона действительно занимался ведущими изобретениями. Был инженером-электротехником в крупнейшей электротехнической компании мира на тот момент. Ну, в частности, вот была история известная в 1985 году, которую я уже рассказывал, когда рассказывал про Эдисона. Эдисон пообещал Тесле 50 тысяч долларов, если тот улучшит электрические машины постоянного тока. Значит, Тесла за год разработала 24 разновидности машины Эдисона, 24 разновидности электрического двигателя. И все они были с существенным улучшением. То есть он ему в 2-4 раза даже переработал. А Эдисон ему ни хрена не заплатил, сказал, что это такой американский юмор. То есть, короче, обидели его американцы. Вот он, короче, сказал ему крупную разработку сделать, 50 тысяч долларов сказал заплатить, а потом сказал, что это юмор такой. Тесла обиделся, уволился. Тем не менее, даже за тот год, который он работал у Эдисона, Тесла большую известность получил там среди инженеров. Вот, несмотря на весь расизм, Тесла постоянно демонстрировал, что он хороший специалист. У него хорошая мотивация была. Поэтому его другие, короче, ребята, как только он от Эдисона уволился, другие ребята его сразу, короче, организовали компанию, где они в основном предлагали ему использовать дуговую лампу для уличного освещения. То есть, вот по поводу этого электрического двигателя переменного тока, у Теслы была идея фикса, он постоянно ее пихал. Но никто в нее не верил, американцы тоже не верили. Американцы ему в течение года предложили разработать дуговую лампу. Однако, когда он лампу эту разработал, они опять ему денег не заплатили и предложили ему акции. То есть, что вот они будут эту лампу эксплуатировать, у него будут акции, и он с этого будет получать средства. Поэтому Тесла опять решил, что его кинули, и опять уволился. В общем, американцы Теслу при этом все время кидали, но он у них оставался, потому что у них возможности там были для работы-то все равно. Хоть они его и кидали, страна свободная, ресурсов много, научное творчество ценится. Вот, несмотря на все это кидание, его кончилось тем, что его, короче, отовсюду выгнали. Эти все кидалы, естественно, про него распространяли всякие гадости, чтобы его больше никто на работу не брал и не верил, что... Ну, Эдисон и Тесла, конечно, везде рассказывали, что его кинули, да? Вот, чтобы не верили в эти рассказы, они сочиняли про него всякие гадости, про Теслу. В результате он около года работал вообще там на рытье Канав, где попал и спал и все такое. Тем не менее, он там подружился с инженером Брауном, тоже уволенным. И инженер Браун все-таки нашел кое-какие деньги. В апреле 87-го года он создал Тесла Электрик Компани, то есть собственную электрическую компанию создал. И вот эти вот дуговые-то лампы, которые он изобрел, патент-то на него был. Вот я говорю, несмотря на то, что там люди каких-то могли иметь расовые предубеждения и так далее, в США тоже не сахар жизнь. Там же, по крайней мере, собственность гарантируется, а у нас нет. Вот он изобрел эту, блин, лампу. У него собственность на эту лампу была. И вот он, пользуясь этим патентом, начал эту лампу продавать. Заработал нехило денег на лампах. И начал ругаться с этим Эдисоном, который его кинул. Снял дом прямо напротив компании Эдисона, и они развернули конкуренцию. То есть он заставил конкуренцию самому Эдисону буквально за год. Основная деятельность между ним и Эдисоном, основная проблема, называлась война токов. И про это даже кино есть. А именно, Тесла считал, что лучший ток переменный, а Эдисон, что постоянный. Победила позиция Тесла, и сейчас практически везде в электротехнике используется именно переменный ток. Но, возможно, это связано с тем, что трудолюбивый и настырный серп Тесла разработал кучу хороших машин, которые использовали этот самый переменный ток. А Эдисон его не смог переплюнуть. Ну, Тесла вообще говорил, что Эдисон, он вообще, короче, просто пробует, допустим, 100 способов чего-то. И какой-нибудь 101 способ сработает. То есть, что Эдисон вообще работает методом тыка, будучи дебилом. Это Тесла про Эдисона рассказывал. А у Теслы было немецкое образование электротехническое. То есть он теоретическую физику очень хорошо себе представлял. Правда, она менялась, но Тесла все время подгонял, читал все время по теоретической физике, поэтому Тесла быстро изобретал. То есть он, допустим, брал какую-то теоретическую идею, быстро доводил до практического применения. Значит, кончилось с тем, что уже в 88-м году, то есть через год конкуренции с Эдисоном, Тесла разработал 40 патентов, прорывных абсолютно. И американский миллионер Джордж Вестингаус выкупил у Теслы 40 патентов и за каждый заплатил по 25 тысяч долларов. То есть Тесла немедленно разбогател, да? В принципе, он стал миллионером, миллион, в принципе, он получил примерно от Вестингауса в долларах. Это тогдашний XIX века, это не таких. Сейчас доллары во многом, много раз дороже. Кроме того, Вестингаус дал ему работу. Он работал на заводах в Питтсбурге. И там как раз испытывал промышленные образцы своих вот этих машин переменного тока. Ну, он где-то год поработал в Питтсбурге, ему не понравилось. Он предпочитал научную работу, то что инженером в Питтсбурге он, конечно, внедрял там, на внедрении стоял. Тесла предпочитал разрабатывать, а не внедрять. И тут, я его понимаю, разрабатывать гораздо интереснее. Я тоже ненавижу внедрять. Ну, вот, значит, вернулся он в свою лабораторию, был уже очень, так сказать, известный, очень хорошо зарабатывал. Посетил Парижскую Всемирную Выставку 1889 года, съездил к маме в Хорватию. Куча множества патентов. И вот как раз в 1890-е годы пик известности Теслы. У него мощная лаборатория, читает везде лекции, считается ведущим электротехником. Именно в это время Тесла изобретает радио примерно параллельно с Маркони и Поповым, но у Теслы лучше работало. Самые лучшие и самые практически эффективные радиоприемники именно Тесла в 90-е предлагает лучше, чем у Маркони и у Попова. По поводу приоритетов спорят до сих пор, кто там первый, Попов, Маркони или Тесла. 13 марта 1895 года в его лаборатории в Нью-Йорке случился пожар, и здание полностью сгорело. Не иначе Эдисон поджег. Тем не менее, там хотя сгорели всяческие его уникальные открытия, Тесла заявил, что он по памяти все открытия восстановит. Проблем никаких. Компания Ниагарских водопадов собрала деньги. Ну естественно он заработал миллион, он все вложил в дальнейшее научное творчество, без денег сидел. Вот ему дали 100 тысяч долларов, на которые он построил новую лабораторию. И там он впервые добился передачи радиосигналов на 50 километров, то есть у него радиоприемники работали лучше всех в мире. Затем, еще известная эпопея 1899 год, Тесла живет в курортном городе Колорадо Спрингс по приглашению местной электрической компании. Построил там тоже огромную библиотеку и в обстановке полной секретности и непонятно что там изобретал. Тесла постоянно мечтал изобрести беспроводную передачу электроэнергии. И вот как раз конспирология связана с тем, что возможно Тесла ее все-таки изобрел. Так как все там было довольно засекречено, шла война патентов, все воровали друг у друга изобретения в Америке. И даже если бы Тесла что-нибудь такое прорывное изобрел, он бы точно это скрывал. Ну и кроме того, у него много было, так сказать, много бумаг его было сожжено, опечатано и так далее. В общем, неизвестно чем занимался. Ну вот в Колорадо Спрингс он в деревянном ангаре сидел, ночами там освещалось, создал там высокочастотные излучатели на 10 миллионов вольт и мощные радиоприемники. В основном известно, что он там радиотехнику разрабатывал, но может и что-то и другое. Ну в основном он там развратывал передающие устройства, которые могут передавать как радиоинформацию, так возможно и электроэнергию на расстояние. То есть вот там генератор высокочастотных токов он разрабатывал. Затем из этого Колорадо Спрингс вернулся в Нью-Йорке, но там дальше известны его подвиги, это башни Теслы. То есть он строил гигантские башни-резонаторы, но они, конечно, для радиовещания использовались, но он пытался также передавать электроэнергию через башни, а не через провода. Осенью 1937 года, в возрасте 81 год, Тесла вышел из отеля в Нью-Йорке, так и жил все снова в Нью-Йорке, вышел из отеля, чтобы покормить голубей и попал под такси. У него началось воспаление легких, перелом ребер, а потом воспаление легких, это ему 81 год был. Ну и вот дальше он болел около 5 лет легкими. До того Тесла практически ничем не болел, при том, что интенсивно занимался всякими вредными для здоровья электрическими опытами. Его посетила аж супруга президента США, он был очень знаменит в 1940-е годы, и скончался он в ночь с 7 на 8 января 1943 года. То есть Никола Тесла начал свою жизнь в середине 19 века в Австрийской империи, а кончил он в современной Америке, уже прямо во Вторую мировую войну, которая нами воспринимается как время сравнительно недавнее. Вот Никола Тесла, он в 1943 году. Что он там на старости лет для Америки разрабатывал неизвестно, может и ядерную бомбу, черт его знает. Тесла, он такой был весь из себя засекреченный. Ну вот так или иначе, значит, считается, что от коронарного тромбоза он умер в 1943 году, и его похоронили в Нью-Йорке, затем урну с его прахом перенесли все-таки в Белград в 1957 году, так как он серп. Вот засекречено, чем он занимался в последние годы жизни, лет 10 по крайней мере, и бумаги по большей частью сожгли. Более того, все время подозревали, что в краду бумаги его крадет немецкая разведка. В связи с этим рассказы всякие буйные про Теслу. Конспирологии много утверждают, что он там проецировал летающие тарелки, типа делал. Также, что в некоторых бумагах зафиксированы работы с инопланетными существами у Теслы, это вот конспирология такая. Потом утверждают, что Тесла изобрел электромобиль, который полностью на электричестве двигался без подвода энергии. Как он там генерировал, черт его знает, но вот утверждают, что в 30-е годы Тесла такой электромобиль показывал. Ну почему-то вот сочли, что не надо. Дальше утверждают, что он таки изобрел лучи смерти, то есть лучевое оружие, видимо, с применением какого-то электричества. Он же по поводу передачи энергии на расстояние Тесла работал. Ну и даже якобы пытались воссоздать, то есть исследовали бумаги Теслы и пытались лучевое оружие все-таки создать. Про лучевое оружие много у Уэллса. То есть вот предполагается, что Тесла такую штуку разработал, что можно лучом светить, допустим, с самолета и сжигать города таким образом. Но вместо этого, видимо, решили делать ядерную бомбу, потому что это проще и дешевле. А лучевое оружие Теслы якобы где-то есть, и это еще есть информация, где-то можно еще сделать. Такие вот рассказы конспирологические. И вот в связи с этим есть одна из теорий по поводу Тунгусского метеорита. Я про Тунгусский метеорит рассказывал в хрониках 1908 года. Так вот, есть гипотеза, что Тунгусский метеорит это опыты Никола Тесла по передаче энергии. Потому что как раз в нулевые годы он много херней всякой нес. Он утверждал, что он там будет осветить дорогу к Северному полюсу, к полярному экспедициям. В общем, популяризировал он теорию о передаче энергии. И есть сведения, что он в библиотеке США в это время карты Сибири изучал. Поэтому есть гипотеза, что он каким-то образом передал огромное количество энергии в Сибирь. Что-то там промахнулся, не получилось. И вот Тунгусский метеорит это взрыв, который сделал Никола Тесла. Такая тоже есть гипотеза. Даже если мы конспирологию не рассматриваем, у него 700 патентов официально признанных. В частности, как я говорил, он скорее всего придумал радио параллельно с Мерконией и Поповым. Ну и в принципе быстро их превзошел. У него самая известная работа с переменным током. Он изобрел огромное количество машин, электромеханических генераторов, трансформатор Теслы, которые использовали переменный ток. В принципе, он создал целую отрасль электротехники высокочастотную. Экспериментируя на своем теле, он разработал основы техники безопасности. Вот Тесла вообще удивительный в том плане, что он постоянно ток через себя еще пропускал. И при этом ничем не болел, вот пока его в возрасте 81 год не сбило такси. Током все время бился он. Ну вот экспериментируя над собой, он обнаружил, что при частоте тока свыше 700 Гц электрический ток не приносит вреда организму. И кроме того, он даже и медицинский всякий. Сейчас же физиотерапия есть с использованием тока. Вот многие такие штуки Тесла придумал. То есть он показал, что ток может быть и полезен для человека. Вот электротерапию он изобрел. Также, что касается его теоретических открытий, он написал вращающееся магнитное поле. На основе этого он, собственно, вот асинхронный электродвигатель изобрел. Ну и помимо этого он еще много теоретических всяких обобщений сделал по поводу этого. Известны его хорошие достижения в области радиосвязи. О принципах радиосвязи он говорил еще задолго до Попова и Маркони. Он лекции по этому поводу читал, и эти работы читали и Попов, и Маркони. В принципе, они соревновались с этим Теслой, кто первый радио разработает. Ну и до сих пор спорят, что в ряде работ он предлагает практически устройства. Предполагают, что Тесла еще раньше их разработал радио. Но после того, как радио открыли, он очень много. Вот он, допустим, мачтовую антенну, мощные радиоприемники. Очень много в области радио тоже сделал Тесла. Сейчас его именем названы единицы измерения магнитной индукции. Аэропорт в Белграде имени Николы Теслы. В Хорватии тоже там есть набережные имени Теслы. Много улиц в Загребе, в Черногории, в Минске, в Екатеринбурге тоже есть улицы Теслы. Но больше всего в Белграде. Памятники Теслы есть в Белграде, в России, в США, где он реально работал. Много памятников. Астероид имени Теслы. Музей Теслы есть в Белграде. Потом есть в Сочи у нас электрический музей Теслы. Ну и в США тоже, значит, научный центр Теслы в Нью-Йорке есть музей. Очень много кино, особенно в 21 веке, когда пошел стимпанк, дизельпанк. Много фильмов про Теслу. Может быть, вот в обзорах зарубежного кино, которые уже идут за 21 век, я, может быть, что-то там про Теслу буду говорить. Ну, фильмы про Теслу. Вот есть фильм 2006 года «Престиж». Есть документалок много. Есть сериалы про Теслу, допустим, сериалы «Бежище». Ну, там Тесла еще и «Вампир». Ну, а, как правило, естественно, в Москульте Тесла какой-нибудь там вампир, маг и тому подобное. Есть фильм «Война токов» про вот эту их историю. Есть прямо фильм Тесла, про самого Теслу вполне. Ну и так далее. Очень много компьютерных игр, где он появляется. То, как и «Великий инженер», то, как какой-нибудь маг там, то, как «Правитель Тесла-Града» и все такое. Ну и, видимо, все уже. Тесла всем запомнился, как «Великий инженер». И во всяких альтернативных вселенных, альтернативных фантастиках, и в кино, и в литературе, и в компьютерных играх, видимо, Тесла у нас так и будет. Приписывают ему изобретения самые феерические во всех этих художественных произведениях. Продолжение следует...